В эфире канал Стройгарант Анапа. Здравствуйте! Мы сегодня находимся в поселке Стрелка. Это жилой комплекс Стречный и уже здесь в продаже готов интересный дом проект 110 квадратных метров. И прямо сейчас приглашаем познакомиться с этим домом. В данный момент мы находимся в кухне-гостиной. Она достаточно большая, просторная, 38 квадратных метров. Итак, что же мы здесь видим? Ламинат здесь используется 34 класса. Что же это значит? Об этом очень часто говорим. Это очень дорогой и качественный ламинат. Как правило, он используется в спортзалах и готов выдерживать большие нагрузки. Он обладает высокой прочностью, то есть ударозащитной и, конечно же, влагоустойчивой. Но мы проверять не будем, воду разливать тоже не будем. Просто знаем это из технических характеристик. Это означает, что он долговечный и будет очень долго служить. Также в кухне-гостиной мы видим теплый пол. То есть везде, где используется плитка, везде теплый пол. Пока на данном этапе мы видим здесь котел, который дает нам горячую воду, дает теплый пол, дает отопление. Ну, в общем, дело это уют и комфорт. Все подключено уже в чистовой отделке данного дома. Но в перспективе, в перспективе в каждом поселке, конечно же, будет газ. И для этого тоже тут все предусмотрено. Немножечко перепаять, поменяется вот эта конструкция именно котел. И уже будет газовое, скажем так, отопление. Именно если обратить внимание на плинтус, достаточно хорошо и красиво подчеркивает вообще объем всей кухни-гостиной. Мне кажется, даже вот если визуально посмотреть, здесь такое ощущение, что больше 38 квадратных метров, то есть визуально все 40. То есть по большому счету это целая однокомнатная квартира располагается только здесь. Но мы еще не были в спальне. И именно туда сейчас я приглашаю пройти. Спальная комната вот на первом этаже. Чуть-чуть больше 15 квадратных метров. Ну и сразу хочется обратить внимание, что здесь принято немножечко такое, знаете, нестандартное решение. Как мы видим, окна здесь достаточно высокие. Тем самым много освещения. Естественно, света поступает в вашу спальную комнату. И принято такое решение, что раз они стандартные большие окна, тем самым у нас занижен подоконник, то есть чуть ниже находится. И здесь, обратите внимание, есть специальные радиаторы. То есть они немножечко меньше, но шире. Но достаточно тепла они дают в любом случае. И опять же, обратите внимание на тот дизайнерский ход, который, ну, лично меня не оставляет равнодушным. Это плинтус. Плинтус напольный, который очень красиво и гармонично вписывается в дверные откосы. То есть получает своего рода рисунок на полу здесь идет. Вновь тот же прочный ламинат 34 класса используется. Ну и опять, что меня впечатляет во всех проектах компании «Строй Гарант Анапа» – это количество розеток. То есть не надо будет бросать никаких переносок, как вот многие там в домах, в квартирах это делают. Есть уже выход под телевизор. Но и, кстати, обратите внимание, достаточно удобно расположен подключатель света. То есть на уровне опущенной руки. Не надо его искать, нащупывать. Зашел – бряк-бряк. А, конечно же, есть сразу предусмотрена розетка для сплит-системы, для кондиционеров. То есть ничего ни штробить, ни долбить, лишних дырок в вашем доме не будет. Но и золотое место каждого дома – это, конечно же, ванная комната. Санузел достаточно просторный. Здесь 6 квадратных метров. Ну и, как принято, да, все коммуникации, конечно же, подведены. И есть место под стиральную машину, под душевую кабину, которая, я предполагаю, будет. Не предполагаю, я знаю, что она будет расположена здесь, конечно же, непосредственно. Королевский трон тоже подведен ко всем коммуникациям. Есть место для зеркала. То есть уже мы видим, выведено электричество для того, чтобы зеркало подключить к освещению. Ну или тумбочка будет на усмотрение хозяева уже, конечно же, сугубо на усмотрение. Но и по делочным работам, я думаю, здесь комментарии излишни. На видео мы видим, насколько ровно, качественно выполнена кладка плитки. Конечно же, в данном доме, как и во многих домах, вернее, не во многих, а во всех домах компании «Стройгород Анапа», здесь имеется вытяжка. Вытяжка – это обязательно. Она избавляет от влажности комнату, она избавляет от какого-то запаха, потому что все-таки это кухня. Здесь будут готовки. Но и что самое интересное, увлекательное, прекрасное, что впечатляет очень многих, это выход на террасу именно с кухни-гостиной. И терраса – это прекраснейшее место для того, чтобы там проводить время. Ее можно сделать остекление террасы, можно много вариантов дополнительных придумать. Ну, пока их здесь нет, но, конечно же, все на усмотрение хозяев. Ну, и отмечу, что здесь достаточно большой земельный участок. Ну, а со вторым этажом, дорогие друзья, приглашаю познакомиться, как говорится, от первого лица. Пока оператор Станислав снимает первый этаж по машинам рукой, я приглашаю всех на второй. И вот так, как с точки зрения зрителя, как будто бы вы только что зашли, мы поднимаемся на второй этаж. Лестничный марш, помимо того, что он такой красивый и привлекательный, Ну, да, опять же, напомню, что это от первого лица ее-то идет. То есть, когда вы зашли, вы бы так увидели. Можно здесь разминуться, не тесно, скажем так. Ну, и на втором этаже мы видим две спальные комнаты. Они по квадрату 1,21 квадратный метр с хвостиком. Вот, достаточно большая, уютная. Ну, и видим, что дом выполнен в таком вот едином стиле. Что первый, что второй этаж. Также окно, достаточно большой радиатор. Конечно же, куда нам без розеток, а выхода под телевизор. Удобно, удобно, безусловно. Ну, и продвигаемся дальше. Комнаты разделяет санузел. Его площадь 4,5 квадратных метров. Здесь тоже радиатор из четырех секций. Достаточно, ну, его хватит на самом деле. Принудительная вытяжка. Ну, и, конечно же, отделочные работы. Они прям говорят сами за себя, что качество. И следующая комната спальная. У нас занимает 17 с небольшим квадратных метров. Но она уютная. Мне кажется, она шикарно подойдет по детскую комнату. И все, как мы видим, в едином стиле. Вот тот самый Плинтус в очередной раз подчеркивает весь конструктив. Ну, что? Скажу так, примерно вот так вот выглядит у нас второй этаж от первого лица. Ну, и вновь лестничный марш. Вновь мы спускаемся вниз. Видим, что он достаточно просторный. Ну, я здесь помечаюсь, на самом деле, вообще. Тут два меня могут влезть. Станислав продолжает снимать. Ну, а мы двигаемся дальше. И, конечно же, выходная группа. Ну, и прихожая, конечно же, заслуживает отдельного внимания. Это 6 практичных квадратных метров. То есть гардероб здесь местится прям, скажем так, на ура. Ну, и еще отдельного внимания, конечно, заслуживает, что в комплекте, во всем доме идут и используются сразу москитные сетки. То есть, ну, не надо будет об этом думать. А когда вы приобретете этот дом, напомню, что он находится в свободной продаже. Касаемо электричества. Электричество здесь 15 киловатт. Щиток находится сразу при входе. То есть, например, если вы уезжаете в отпуск, уезжаете, бряк-бряк-бряк, все вниз, и свет погашен в вашем доме. Ну, что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. В эфире был канал «Строй Гарант Анапа». Мы сегодня познакомились с домом 110 квадратных метров. Прекрасный, красивый, интересный дом, который может стать вашим. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока. И, конечно же, предлагаю познакомиться с этим ламинатом немножечко поближе. То есть, визуальный контакт, чтобы был. Мы подготовили, да, здесь такую заготовку. Он достаточно просто в монтаже. Ну, и опять же, касаемо плотности. Плотный, гибкий так вот просто, вы знаете.